Субтитры делал DimaTorzok Алло, Серж, тебе звонит главный директор компании Серж, ты понимаешь, что твой последний фильм провалился с треском? Да-да, я говорю сейчас про фильм убийства в лесу мёртвых акул Да, ты понимаешь, что ты в очередной раз опростоволосился и потратил деньги впустую? В трубу улетели наши деньги, понимаешь? В трубу улетели наши деньги! В общем, смотри Если ты хочешь искупить свою вину за этот провал То вот смотри, я тебе дам бюджет 10 рублей И ты снимаешь фильм про Чернобыль Чтоб завтра полный метр готовый был у меня Меня вообще не беспокоят твои проблемы Слышишь? У меня теперь из-за этого твоего фильма провала его у самого проблем куча Так что давай снимай про Чернобыль фильм Тем более это очень популярная тема сегодня Как хочется матернуться, а нельзя Короче Короче, мне всё равно, как ты его снимешь Чтоб завтра мне важен не процесс, а результат Всё, пошёл нафиг Чёртова раскладушка Пришлось променять на тебя свой айфончик из-за этого идиота Субтитры сделал DimaTorzok 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 АУУУУУУУУ! АААУУ! УЮУУУ! Меня никто не слышит. Совсем никто меня не слышит. Я потерялся! Я потерялся, я совершенно один Я оказался один в Чернобыле Мне надо найти выход из Чернобыля Вокруг одни заросли Я полностью потерян Я не знаю, что делать Помогите, пожалуйста Помогите, пожалуйста Помогите, пожалуйста Кто-нибудь Тут темно и страшно Тут темно и страшно Тем более я в Чернобыле Тут наверняка бегают мутанты Ой О, какой цветочек Какой потрясающий цветочек Ну ладно, ладно Кто-нибудь, помогите мне Никого нету Ну ладно Ладно, ладно О чем бы можно было бы поговорить А давайте поговорим о коровках В общем Я люблю коровок А вы? Ой, дерево! Береза! Береза! Это настоящая береза! Ой, какая она фотогеничная Прямо как моя бывшая Лад... Ой Ой, боже мой Это зараженная радиация И дерево! И оно умерло! Эти сухие листья Это явно Прижимно к того, что я Оказался В чернобыльской зоне Я еще отсюда не вышел Нет Это ужасно Только поглядите на эти Листочки В каком они В каком они Кошмарном Кошмарнейшем Состоянии Это просто невозможно Описать словами Это просто Вы просто посмотрите на это А ой Какая красивая Девушка Ой То есть береза Ух, боже мой Это Камни! Это камни! Камушки! Хорошие камушки Кстати, интересные камушки Ой, а Ладно Ой, я же забыл представиться Короче, ребята Меня зовут Марк Я известный Мультимиллиардер У меня 8 яхт 30 жен 150 детей В общем, как-то так И Ух ты Какая красота О чем это я? А, да Точно У меня 50 жен 140 детей И Мое состояние Оценивается В 250 Миллиардов Китайских фунтов Стерлингов Так что я Ух ты Это же Асфальт Это Чернобыльский Асфальт Это Чернобыльский Асфальт Которым Кладут Асфальт Дорогу Ух ты Ух ты Ромашка Это 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 же Настоящая Чернобыльская Ромашка Посмотрите Это Настоящая Чернобыльская Ромашка Еще Ромашки Вау Еще Ромашки Да И возможно Похож На ту Ведущий Из Орла И Решки Но ведь Вам же Нравится Черт возьми Когда Вау Делают Хотя Не уверен Что нравится Или не нравится О Кола 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 В Чернобыле Кола В Чернобыле Ладно Идем дальше Ну Наверное Видимо Американцы Были Кинули Да Американцы Вот видите До чего Дошло Дошел прогресс Американцы Шастают По Чернобылю И Ух ты Это же Из-под сигарет Минздрав Предупреждает Курение Вредно Вашему здоровью Иначе Вы превратитесь В чернобыльского Мутанта Ну а я Не останавливаюсь И Артефакт Смотрите Артефакт Настоящий Артефакт Артефакт Ладно Ладно Я опять отвлекся Мне надо Идти назад Это же надо было Надо же было Имея 250 миллиардов долларов Заказать экскурсию За 30 рублей И в итоге Так вот потеряться Так вот потеряться Вот поглядите Только на мою ногу Поглядите только на мою ногу Она увязла Увязла в этой В этой зеленой жиже В этой зеленой Чернобыльской Жиже Ух ты Мутант Вот это Да Это же Чернобыльский Мутант Да Чернобыльский Мутант Глядите Это реально Это ненормально Это абсолютно Ненормально Это какое-то Незнакомое Мне животное Если животное Мне незнакомо Значит это точно Мутант Особенно если Дело иди касается чернобыля это мутант глядите только какой-то мутант бегеть мутант на день слушай ты меня не скушаешь можно я тебя назову васей вася вася пожалуйста не кушай меня я знаю ты хороший чернобыльский мутант вася можно я тебя с собой заберу вася 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 давай я тебя покормлю давай я тебя покормлю вася вася давай я тебя покормлю кушай 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 nutrition ты там думаешь ладно их ты вася ты меня совсем не ценишь а я ведь я ведь неравнодушин к тебе вася пошли со мной пошли со мной ты меня выведешь из этой зоны пошли со мной вася 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 любимый мой друг Эх, ладно, ладно, оставайся здесь, а я пойду искать выход из этой зоны отчуждения Как же холодно Этот холод, он меня скувает до самых костей Я очень сильно дрожу от холода И только поглядите, какая красивая растительность Какая тут красивая растительность Что уж не говори, а в чернобыльской зоне отчуждения очень красивая растительность Так, но мы не будем останавливаться и продолжаем путь А я думаю, кто мог меня оставить в таком опасном месте Кому понадобились вдруг мои 250 миллиардов тугриков На счете швейцарского банка Так, кто бы это мог быть? Моя первая жена, моя 101-я жена Мой сын, внук, 301-й внук И я не знаю Но моя основная цель сейчас выбраться И что я вижу? Это шпалы Железнодорожные шпалы Тут явно когда-то проходила железная дорога Это значит, что ориентируясь по этим шпалам Может быть Может быть я смогу выбраться отсюда Так, надо бы расчистить, чтобы посмотреть их внимательней Ох, какие же удивительные деревянные шпалы Никогда не встречал таких в своей жизни Вот так вот я вас сниму Вот так вот я вас сниму Вот так вот я снимаю вас Я снимаю вас, железнодорожные шпалы Я снимаю вас Ладно, я вас снял Снял и снял А, нет, наверное, не снял Или снял Ой, какая красивая растительность Я слышал, что ночью в Чернобыле растительность ведет себя как-то по-особому И вот я уже наблюдаю, что здесь не зеленая растительность А какая-то коричневатая Скорее всего это связано и как раз таки с радиацией Ох Ох, вы даже не представляете Не представляете, как мне здесь тяжело Так, это что? Еще одна деревянная шпала Целая деревянная шпала передо мной Это же, это же какая-то железная конструкция Так, надо бы ее внимательнее изучить Но что я вижу? Это же моя потенциальная еда. Ладно, подумаем, кому я мог перейти дорогу своими миллиардами золотых гор. Кому я мог перейти дорогу? Ну, не знаю, кому я мог перейти дорогу. И вообще, я не хочу думать об этой теме. Может быть, о кино поговорить? Да, давайте поговорим о кино. Ну, вот недавно я смотрел Игру Престолов. И, ух ты, надо бы, я думаю, изучить эту железку. Хм, интересно, а что у неё внутри здесь? Надо бы внимательнее взглянуть. Так, ух ты, настоящая, это же настоящая пещера! Настоящая сталагмитовая пещера. Вот я вижу сталактиты, сталагмиты. Эх, а в конце этой пещеры тупик, как чья-то морда. Ну, ладно, на морду не обращаем внимания. Так, что я хотел сказать? А, избился в смысле? Какой удивительный вид! Какой удивительный вид! Ну, так вот, я считаю, что восьмой сезон Игры Престолов просто-напросто извратил всю франшизу. И я не понимаю, зачем надо было снимать восьмой сезон, если... Ничего себе! Чернобыльский мутант! Чернобыльский пещерный мутант! Настоящий Чернобыльский пещерный мутант! Да-а-а! Чернобыльский пещерный мутант! Вокруг он... Я, кстати, читал то, что Чернобыльские пещерные мутанты, они очень любят питаться ржавчиной. Я надеюсь, я не ржавый! Я не ржавый! Я не ржавый! Я не ржавый! А-а-а! Он на меня напал! Спасите, помогите! Все, я от него убежал Так Ой, я устал говорить Еще один чернобыльский мутант Это же самый настоящий Самый настоящий чернобыльский паук Чернобыльский паук, только поглядите Как он странно себя ведет и необычно И кажется он очень агрессивно настроен против меня Вот, посмотрите внимательно Это страшный монстрик, который движется в мою сторону И так и желает меня скушать со всеми потрохами Я более чем уверен, что он только и думает о том, как бы меня скушать Я, я, я его боюсь, я его боюсь, если честно Я его очень сильно боюсь Я его очень сильно боюсь Я его очень сильно боюсь Ох, какая, какая ржавчина На этой перекладине Я думаю, она несет в себе скрытый смысл Такой же скрытый, как пытался передать там Казимир Малевич С своим черным квадратом Или какие у нас еще были известные художники Авангардисты советского периода Я лично не помню уже ни одного из них Так, а эта конструкция уходит в землю Ну ладно, ладно Я не буду останавливаться и попробую как-нибудь дальше пройти Смотрите, чернобыльская фольга Это чернобыльская фольга Она лежит в Чернобыле Я бы мог ее взять, но я не хочу А мы реально взять ее и продать? Нет, мне никто не поверит, что она из Чернобыля Надо Надо что-то делать Надо как-то выбираться из этого места Какой красивый круг Какой красивый круг Я почему-то сразу вспомнил Московский Кремль Там у храма Василия Блаженного Такие же круги Ой, какая красивая ржавчина Поглядите, какая красивая высокохудожественная ржавчина Я уверен, если вы житель Санкт-Петербурга То вы наверняка, наверняка оцените красоту этой ржавчины Поскольку, как мы знаем, Санкт-Петербург Это культурная столица России И там, где живут довольно-таки культурные люди Я, кстати, слышал как-то раз Была история, что какая-то гопота сидела около подъезда И на полном серьезе обсуждала, кто лучше, Чехов или Фед Вот, ну я не знаю, реально такое в Санкт-Петербурге или нереально Ну а мы продолжаем идти дальше Я вижу красивые листики Ой, какие красивые листики Ой, земля Ой, 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 это что? Это что, купон? Это что, купон на скидку? Это что, купон на скидку? Нет, он использованный Купон на скидку минимум 80% Уже использованный Уже использованный купон на скидку 80% Так, ладно, продолжим Хотя, зачем мне купон? У меня же 600 миллиардов долларов В золоте И 700 любовниц На 50 яхтах Так Мне надо найти дорогу Если я Ой, ой, ой Найду дорогу То тогда я могу запросто покинуть Чернобыльскую зону отчуждения И как только я покину Чернобыльскую зону отчуждения Я буду свободен Свободен, словно птица в небесах Ух ты Это чернобыльское растение Я слышал, это растение называется Ржавый гвоздь Как отсылка Назвали его в честь того чувака Из трилогии Ничего себе поездочка Говорят, если Долго находиться около растения Ржавый гвоздь В данном случае Ржавый чернобыльский гвоздь То рано или поздно Оно тебя Увлечет Увлечет В какое-то Я не знаю, что-то там Но Я не знаю У меня память плохая Мне сказала То ли То ли Коля Еремин Рассказывал об этом То ли еще кто Что происходит О нет О нет Это растение Меня утягивает Кто же Усоль Пасите кто-нибудь Меня Растение Утягивает Меня Это чернобыльское растение Пытается Меня Убить Убить О нет Меня пытаются Убить О нет Меня пытаются Убить О нет Я не сломся Я не дам Себя Убить Все Никого нету Я что Я что Я не один Я здесь один Я не один Я один Я не один ой как спать хочется ух ты красный листик какой сексуальный какой сексуальный красный листик но это пошлые мысли в сторону твои чувак твоя основная цель сейчас выбраться из чернобыля они рассматривать какие то кустики к тому же ты же мультимиллиардер почему ты не взял с собой рацию я не взял рацию наверное потому что забыл боже я разговариваю сам с собой иду и я иду в поисках дороги в поисках дороги из чернобыля я надеюсь я смогу найти дорогу которая выведет меня из чернобыля я переступаю очень медленно чтобы не получить опасную дозу радиации да тут все вокруг заражено все в радиации но я передвигаюсь максимально осторожно чтобы извините чтобы не получить облучение и не умереть это же все таки чернобыль и ура я нашел дорогу ура 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 так я нашел дорогу из чернобыля так теперь теперь мне необходимо необходимо по этой дороге выйти из чернобыля уай это же боже это же перчатка настоящая перчатка лежащая на дороге как же она красиво смотрится на моем телефончике так чем это я а да я там говорил про восьмой сезон игры престолов ну так вот я считаю что игра престолов это фуфло да самое настоящее фуфло особенно на фоне фильмов такого известного режиссера как сергей а ой это кирпич я кстати глядя на этот кирпич сразу вспомнил фильм сергея а называется отель мертвецов отличный фильм всем советую посмотреть отель мертвецов там кстати тоже была такая же сцена где герой находит кладбище а это на самом деле кирпичи или нет я чё кладбище нашел как страшно о как страшно какие страшные за если о это кусок главного реактора какой интересный формы кусок главного реактора получился ну ладно мне нельзя отвлекаться на растение и на что-либо еще я иду ищу дорогу из чернобыля мне надо найти выход из сложившейся западни ведь я американский мультимиллиардер марк мне нужно мне нужно так а что мне нужно а точно не мультимиллиардер марк я ищу дорогу из чернобыля я заблудился в чернобыле ой как же холодно почему я мультимиллиардер не смог себе позволить нормальную одежду ой смотрите это две кучи одна белая вторая зеленая до цивилизация не пощадила чернобыль даже здесь даже здесь находится этот несчастный мусор ребята берегите экологию берегите экологию уже чернобыль простите меня обходили обходили чернобыль мусором да так что я ищу отсюда пытаюсь найти дорогу так ладно не буду отвлекаться ведь я американский мультимиллиардер марк мне нужно найти выход из сложившейся ситуации и это же настоящий брусок какой идеально ровный брусок если бы этот брусок был частью моей компании я бы сделал его логотипом своей компании ведь я построил свой бизнес именно на таких брусках покупайте бруски у марка бруски у марка лучшие бруски в мире русские у марка за качество отвечаю благодаря этим брускам я извините я сделал себе огромное состояние и к это что мутанты это что чернобыльские мутанты нет нет пожалуйста нет там нету чернобыльских мутантов чернобыльские мутанты пожалуйста не убивайте меня я еще пожить хочу так что там что там что-то мне кажется кого-то слышал о нет это настоящий мутант из чернобыля смотрите это настоящий мутант из чернобыля там 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 настоящий мутант это вот так настоящий а как страшно а вот так да не есть и меня пожалуйста не надо меня кушать я нет нет что это это радиоактивный выброс о нет это радиоактивный выброс меня облучила радиоактивным выбросом радиоактивный выброс на был визу запасаться бегством сейчас спасаемся спасаемся дорога ой какая красивая зелень какая краситься что крышечка я же говорил что чернобыль обогатили я же говорил вам что чернобыль обогатили всякими крышечками ребята пожалуйста берегите экологию эта дорога дальше дорога разбита буду продвигаться по ее руинам я надеюсь меня никто не преследует нет я надеюсь что меня никто не преследует я путешествую по руинам настоящей чернобыльской дороги я бы мог взять что-нибудь на память но ведь я мультимиллиардер у которого 60 триллионов долларов в запасе так что если я захочу я куплю это все целиком я весь чернобыль куплю только поглядите какое состояние у этой дороги прям как у большинства российских дорог но мы не будем останавливаться и будем идти дальше надо выйти из чернобыля о боже это обломок самолета это настоящий самолет это настоящий разбитый самолет это облом это разбитый самолет как 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 жалко людей которые были в этом разбитом самолете им явно пришлось не сладко ну да ладно ну я же говорил что американцы добрались и досюда закидали чернобыль кока-колой так я так понимаю эти мостки являются выходом из чернобыля какое радиоактивное растение я так понимаю эти мосты выход из чернобыля а это что это значит правильно это значит то что я спасен проверю их на прочность до теста прочность они проходят идеально и я продолжаю идти продолжаю идти эти мостки выглядят не очень доверительно я не доверяю если честно этим мосткам поскольку я не доверяю этим мосткам и они выглядят не очень надежно но я надеюсь на то что я смогу таки Ой, извините, с желудком проблемы Так что я там говорил Насчет восьмого сезона Игры Престолов А, ну то, что по сравнению С восьмым Сезоном Игры Престолов Любой фильм Сергея А Выглядит отлично Вот, например, я знаю Хороший фильм он снял Называется Чернобыль Да, он снял тут про Чернобыль Фильм Ай, черт У меня с камерой проблемы Ладно, пока проблемы с камерой Расскажу, что Сергей А Снял потрясающий просто фильм Чернобыль, он очень смешной В общем, он, короче, идет Там целый час Бегает по Чернобылю Ну как час, там он бегает минут сорок От силы Да и то, там снимает в основном Землю, прикиньте Чего у чувака, чего не было денег, чтобы Нормально В Чернобыль съездить Он, по ходу дела На заднем двое Какой-то бабушке снимал О, какая Какая сексуальная у меня рука Ну да ладно Продолжим Какие эти... Я иду по обломкам империи Некогда великой страны Но я иду, чтобы выбраться из того ада Из той пучины, в которую я попал Я попал в ужасное положение И вот, я надеюсь, я Теперь Буду спасен А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-А-а-а-а-а Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-ё-е-е-е-е-е-е-е а нет это обычные туалеты вот это да вот это да а это что еще такое это что такое ребята что это такое что это черт возьми такое и что она делает в чернобыле что она делает в чернобыле ребята что она делает сделано в ледниковом периоде извините сделано в ледниковом периоде какая-то стрёмная белка на меня смотрит чего ты смотришь тебе хорошо ты красуешься на этой упаковке вот а я тут в чернобыле пропадаю так кстати а что в чернобыле делают туалеты что делают в чернобыле туалеты это самый настоящий туалет это же самый настоящий туалет так кто это там на заднем плане плане ржал так кто это на заднем плане ржет так и не истерично я слышал что этот смех оттуда доносится интересно как они выглядят внутри ой его даже на замок повесили да это не туалет это тюрьма нафиг мусор везде раскидан мусор как же мне надоел этот мусор ох я хочу посмотреть что в туалете но я не уверен о крапива как фильме крапива что ж надо собраться со всеми силами вдруг то оттуда выскочит мутант сейчас попробуем открыть туалет и нет фух фух пронесло тут нет мутанта тут нет мутантов слава богу тут нет мутанта ура так о чем я хотел поговорить еще а про вас я же я не додаил еще повторять про восьмой сезон игры престолов нет ну так вот скажу что по сравнению с восьмым сезоном игры престолов даже то что находится внутри этого туалета лучше а я лучше съем табуретку и выпью чайником тем более что я тут ничего не вижу совсем ничего не вид темно как у николая еремина в туалете так откроем что я тут вижу я тут вижу мрак мрак который поднимается из самых глубин и окутывает меня в этом мертвом безлюдном месте ой что это я сейчас сказал это же самый обычный туалет туалет который находится в чернобыле как же страшно ух как же страшно то закроем его вдруг кому-то понадобится сюда зайти как красиво выглядят листики на этом фоне стоит страшная ночь ну да ладно мне надо найти обратный путь удастся ли мне найти обратный путь от этих туалетов кстати да если есть туалеты значит где-то здесь есть цивилизация а если где-то здесь есть цивилизация значит что это значит правильно значит я нахожусь на верном пути я нахожусь на верном пути как же страшно как же страшно как мне темно и страшно мусор мусор зелень мусор как же мне это все надоело как мне надоело говорить надо идти дальше надо идти надеюсь мне удастся покинуть этот несчастный чернобыль и вернуться в обычную жизнь ура я нашел я выбрался ура так что это к моей подошве пристала какая-то грязь пристала но надо как-то это этой грязи избавиться нет грязь никак не хочет уходить с моей подошвы ну-ка 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 что там вообще на моей подошве да все очень плохо так надо надо убрать всю грязюку с моей подошвы иначе это не будет счастливый финал чик чик так 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 сейчас уберу уберу грязюку подождите о извините все я вроде бы как убрал грязюку ура я выбрался из чернобыля ура это было так страшно я хочу запечатлеть эти счастливые моменты да я иду из чернобыля как спать охота мой приду домой возьму все свои сто триллионов и сниму всех девушек мира ухты пасть кто-то потерял перчатку о это футбольный клуб барселона ура счастливая концовка ура аааааа а т о о о о вот м о о о Продолжение следует... 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 Продолжение следует...